Думаю, наверное, я взрослею, мудрею. А потом Волк сказал, что все, все, не так, все, не так, надо еще, надо еще, надо еще лучше. Или вышел, но с какой-нибудь другой штукой, с которой не должен выходить, с каким-нибудь молотком резиновым огромным. А тут я пришел везти ремка. Ну, там женщине сумки тяжелые донести. Хер попадешь. Котенок в дорогу перебегает, остановились. Типа, что же делать с котенком? Раз, взяли его себе. У меня есть вот та веселая, вот та, вот та. Нет, тут выяснилось, что я пессимист. Просто до хера было. Вася, привет. Привет. Вася, ты более пяти лет работал в Саратовском театре кукол, да? Насколько я понимаю. Кстати, не более, но чуть-чуть, даже менее, скорее, чуть-чуть менее. У меня дело в том, что в жизни тоже был такой период, когда я работал в театре, ну, правда, это был провинциальный театр, такой детско-юношеский. Саратовский тоже был провинциальный. Ну, у меня был мега-провинциальный, вот. И я работал там около двух лет звукорежиссером, то есть я там ставил всю эту музыку, вот это все. Ну, такой трешачок, конечно, вот остался у меня в памяти. Какая была самая, может быть, трешевая роль, которая в этом театре у тебя была? Легко ответить на этот вопрос. Вдруг мне сразу всплыло, я вспомнил тот спектакль, который, когда я выходил на сцену... Во-первых, я, в принципе, когда просыпался я, и у меня сегодня утром в 11 утра начинался спектакль, я не хотел туда ехать, но я все-таки приезжал, одевался и выходил с мыслью, что быстрее бы закончилось, быстрее бы закончилось. Вот, это был спектакль «Три поросенка». Самый кассовый спектакль у нас был. И я играл в волка, а там, типа, рассказчик есть, который выходит на сцену, рассказывает историю. Жили-были там, ну, ля-ля-ля. Вот, и он же потом, как бы, оказывается волком. Ну, этот же персонаж надевает маску просто и бегает там за поросятами. Вот, но весь треш состоял в том, что этот спектакль был поставлен, я точно не вспомню, но очень давно, если не в 80-х, примерно, наверное. И все было, начиная от костюмов и декораций с того времени, заканчивая, собственно, самой постановкой, которая была как-то совсем не подходила под реальность, и под меня, и под мое вот этому. Я не хотел выходить так и говорить вот эти слова. Но меня туда ввели просто, нужно было сказать, ты кого играл? Ну, как бы волка. А, ты играл волка, да, который периодически иногда снимал маску, и это был просто рассказчик, который, а потом волк сказал. Типа, так было. Ну, и там еще были песни, которые были записаны в 80-каком-то году, не знаю, были целиком записаны, под плюс, короче. Я, типа, открывал рот, я пел. Опустелый, клёванный, там что-то, пришла осень. Ну, в общем, этот спектакль я прям со скрипом играл прям всегда. Вот, его потом заменили, списали, как бы поставили три протянка в новой постановке, но уже когда я в театре не работал. А какой-то самый такой забавный случай был у тебя вот в этом театре? Вот это я никогда не могу вспомнить, про забавные случаи вообще. Они, конечно же, происходят. И каждый раз, когда что-то такое случается, я думаю, надо запомнить. В следующий раз, когда меня спросят, расскажу про этот случай. Слушай, а у вас были новогодние ёлки? Ну, конечно, я их застал где-то примерно года два, когда я работал. Потом что-то, то есть ты не обязательно в них можешь быть занят. Я, по-моему, не был занят. Ну, в общем, несколько лет я точно помню. И это прям ад. Ну, это ад прям, да. Это когда у нас всегда новогоднее представление состояло из двух представлений. Это интермедиа, когда детишки с родителями приходят, в фойе театра стоит ёлка. И вот там же в фойе проходят, это прям игрульки всякие, все стоят в большой круг. Все это со сценарием тоже, там где же дедушка, там... Да, я пришел, там волк украл мешок, там, не знаю. Ну, там, ну, и вот давайте выискать и так далее. И все это с играми, вот там всякие вот эти детишки, там, канаты, там, прыгают. Ну, вот это все, здесь 40 минут длится, вот это. Потом в конце все-таки приходит дедушка, ёлочка зажигается. И потом, а у меня для вас подарок, это новогодняя, там, сказка. Такой-то спектакль, который вы сейчас посмотрите через 15 минут в зале. Вот, и потом, то есть мы идем, переодеваемся, через 15 минут играем в спектакль. Вот, и это, значит, все с 10 утра, то есть вот такой интермедиа спектакль. Потом где-то примерно час перерыв, и следующие детишки, интермедиа спектакль. Перерыв, интермедиа спектакль. Прошел день, и вот так примерно месяц. Я помню, что у нас тоже была такая ситуация, эти ёлки были там 2 или 3 недели. И вот я посчитал, что за все это время я пережил там 47 или 48 этих ёлок. И просто это... И сейчас вот ты когда сказал, что не можешь вспомнить какие-то забавные случаи, я поймал себя на мысли, что я тоже не могу ничего вспомнить. Нет, прикольно. Они, конечно же, там были. Да, да, ну там они были постоянно. И единственное, что я помню, что вот в день 5 ёлок этих проходит, и потом ну как бы не выпить невозможно просто. Ну как бы при всем желании просто... Мы держались. Как бы поначалу. Особенно. Когда уже под конец, когда уже... Ну понятно, что вот типа сегодня последний день. Завтра уже всё, ёлки заканчиваются. И уже всё это набивает оскомину, так мягко говоря. Вот это вся история за все эти дни. И все уже начинают, ну актёры, придумывают что-то новое, чтобы веселить как-то себя, партнёров. Потому что нам самим, ну невозможно уже месяц, по три раза в день одно и то же говорить. И какие-то там добавляешь уже от себя какие-то штуки. Кто-то должен где-то выйти, ты раз не вышел. Или вышел, но с какой-нибудь другой штукой, с которой не должен выходить. Там с каким-нибудь молотком резиновым огромным. Они ничего не знают, а другие партнёры такие типа, ты чего, ты вот... Ну не знаю, и вот какие-то вот эти приколы, чтобы себя развлекать. Их было много. То есть там кто-то должен вылезти из... У нас был огромный сундук, я помню. И там кто-то всё время в нём прятался. И в какой-то момент там никого не должно было быть по сценарию. Ну типа, открываем, типа, о, где ж, тут никого нет. И он такой типа, открывает, а там вылезает волк. Всё-таки, ну волк, привет. И он такой, ра-а-а. И непонятно, что делать дальше. Ну вообще, ну какие-то бывали такие случаи. Ну это, мне кажется, это зелёный спектакль называется. Последний зелёный спектакль, когда партнёры друг другу подкалывают. Подкалывают, да. Вот. Но вы друг друга подкалывали тоже как-то? Конечно, вот примерно что-то такое с сундуком точно было у нас. Но я опять же, я не помню уже подробностей. Вася, расскажи, как ты попал в театр на Таганке? Это долгая история. Если всё равно часть конца, то она звучит довольно странно. А если начинаете сначала, то это довольно долго. Давай лучше странно. Я не ходил в Москве по кастингам, по театральным. Я не пытался устроиться ни в какой театр. К тому моменту я уже почти жил в Москве. Это было три, там, три с половиной года назад. Но я не собирался работать в театре. То есть как, ну я где-то, может быть, мечтал об этом, но я ничего для этого не делал. И тут мне вдруг просто раз звонит телефон мой товарищ, с которым мы ещё учились в школе, потом на театральном, в Саратове. Потом закончили один театральный вуз на разных курсах. Всё, разъехались. Он потом ещё во Францию уехал, там я в Москву. Но к тому моменту он работал, мы с ним снова ещё радовались, как у нас всё время жизни, мы как-то рядом держимся. Он вернулся из Франции в Москву и работал в театрной Таганке актёром. И тогда он мне звонит и говорит, привет, а мы где-то ставим спектакль, и нам нужен один актёр, и вот мы подумали, что это можешь быть ты. Не хочешь вот у нас принять участие? Я думаю, ничего себе. Предложение. Говорю, да. Надо познакомиться с режиссёром, сначала что-то на тебя посмотрели. В общем, приходи. Я пришёл, познакомились с режиссёром, и он сразу говорит, давай... Они репетировали уже, это был спектакль «Вий», который сейчас идёт, и я там играю. Он говорит, ну попробуй сразу с ребятами. Сначала они говорят, просто приди, посмотри, как мы репетируем. Я сел, смотрю. Он говорит, а давай попробуй. Ну вот, сразу. И я раз... И это было, конечно... Я очень переживал, волновался. Потому что, ну как бы, я вообще... Ну, так сразу на меня навалилось театр на Таганке. И я такой такой шок. Но ты до этого же не играл в каком-то драматическом театре? Ну, в нашем театре кукол, Теремок, в Саратове, у нас было довольно много. Половина спектаклей были... Драматические. ...живой план, так называемый. То есть... Или даже если где и были куклы, то это... Ну, куклы бывают разные. И вот, например, там, планшетные, так называемые. Это когда они вот... Ну, типа, стоят на столе. У него одна палочка в жопе, другая в спине. Или в голове. И вот кукол так управляешь. Но там актеры не прячутся никуда, ни за какую ширму. И актеры взаимодействуют между собой и через кукол. То есть у тебя куклы, у меня куклы. И куклы разговаривают. И мы с тобой, типа... И я тебе, а? И ты такой, не знаю. Ну, типа, отвечай. И он раз отвечает. О, молодец. Ну, то есть такая вот игра. И у нас было много таких спектаклей. То есть это было почти то же самое, только с куклой. Вот. Ну, и плюс учили нас всех одинаково. Что драматических актеров, что у нас кукольников. Вот. И еще у нас там было пара спектаклей, где, в принципе, вообще кукол не было. Вот. И, то есть, у меня был опыт, но это было очень давно. У меня был... С того момента, как я уволился из теремка, до того момента, как вот меня позвали, предложили поучаствовать в ВИИ. Десять лет прошло. Я в театре, как актер, на сцену не выходил. Только песни пел, и все. И было очень очково вообще, в принципе, что... Ну, начиная с того, что... И вообще, я плохой актер, в принципе. Потом я, как бы, актер без... Десять лет опыта не было у меня. Я десять лет этим не занимался. Я вообще забыл, как это делать. И другое, что я вообще в театре на Таганске, где профессиональные актеры. И все, и они тут такие все профессионалы такие столичные. И вот. А тут я пришел из теремка. Вот. И я, короче, переживал, как это все пойдет. Но я нисколько не почувствовал никакого... То есть я ожидал этого. Но, наверное, только я один об этом и думал. То есть все были очень приветливые и доброжелательно настроены. Все подружились сразу с ребятами, с актерами, с режиссером. И мне помогали. Я как-то так быстро туда влился. А какая самая любимая роль, которую ты уже сыграл в театре на Таганке? У меня всего три спектакля, идущих сейчас в репертуаре, в которых я занят. И в октябре премьера спектакля «Горка», где я тоже занят. Но меня там совсем чуть-чуть, но я там есть. Ну, и еще там планируются постановки в январе, где я буду занят, наверное. А где я занят? Три это «Вий», «Старший сын» и «Чайка». Семь, три, четыре, пять, восемь. Так называется спектакль. Вот. Ты спросил, какой самый любимый? Ну, вот самая, на твой взгляд, любимая или, может быть, удачная роль из уже спектаклей, который ты сыграл в театре на Таганке? Наверное, «Старший сын». А кого-то... Я, к сожалению, не видел этот спектакль, но все наши знакомы очень. Если ты смотрел фильм, то это Караченцев. Ну, как бы, главная роль – Бусыгин, фамилия персонажа. Вот. И, опять же, это, ну, да, наверное, первая и пока единственная главная роль. Ну, я до сих пор дергаюсь, переживаю, что правильно ли и хорошо ли у меня получается. Ну, каждый раз, играя новый спектакль, я вдруг понимаю, что... А-а-а, я понял, кажется, как надо играть эту роль. А-а-а, вот так надо это делать. Как же я делал это, там, два года назад, когда мы его выпустили, этот спектакль. Как же я, наверное, туда убого играл это все тогда. Если только сейчас понял, как надо. Ну, в общем, но мне он очень нравится. Он очень хороший спектакль. Поставил Денис Бакурадзе из Новакуй-Бышевска. Он очень теплый, добрый, ну, такой уютный, очень семейный спектакль. Пьеса хорошая, постановка хорошая. Мы там все хорошие. Вот. Я, ну, за себя не знаю, как бы хороший я там или нет. Мне просто очень нравится там быть с этими людьми. Вот в этой истории я вот на него всегда... Совершенно противоположная история с тремя поросятами. Когда я просыпаюсь и понимаю, что сегодня мне играть старшего сына, я такой, знаешь, в животе такое волнение. Такое... А ты вообще с какими-то другими пьесами Вампилова там знаком еще? Я, честно говоря, скорее всего, читал. Что-то сейчас... Ну, он удивительный. Дядька вообще какой-то. Сейчас пытаюсь вспомнить. А был фильм тоже по его пьесе. Назывался он «Леутина охота», где играл Олег Даль. Да, помню. Короче, проблема в том, что я... Вот я даже едва не могу вспомнить название, а уж сюжет я не помню. Потому что я это читал, когда мы учились. А там нужно было, знаешь, типа, сегодня прочитать одну пьесу, завтра еще две и так далее. Потому что экзамен на следующей неделе прочитать надо было столько. И я просто... Ага, 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 ага. Следующее. И я кое-как это запомнил к экзамену. А потом у меня почти все выветрилось. То есть я помню, что, да, я читал, я знаю, что есть такой драматург Вампилов. Вот. Я знаю, я примерно представляю его как бы, ну там, настроение. Но вот даже вспомнить, каким у него еще есть пьеса и о чем, сюжет пересказать я не смогу. Надо. Я думаю, что когда-нибудь, надеюсь, придет время, когда я сяду и буду это все перечитывать с большим удовольствием. Ты знаешь, меня вообще с его творчеством в свое время познакомил, опять же, через фильм «Старший сын» познакомил Черный Лукич. Вот. Мы как-то с ним очень дружили, с этим человеком, с Вадимом Петровичем. А он был вообще фэн дикий вот советского кино. Прям он смотрел, я не знаю, наверное, все. Вот просто все, что было в советском кино, он все смотрел. И он мне в какой-то момент посоветовал, говорит, блин, ты что не смотрел «Старший сын», это же Вампилов. Это, блин, я такой, кто Вампилов, какой Вампилов? И я потом просто вообще прям прочитал все эти пьесы. Ну, это очень крут, конечно, очень крутой дядька. «Старший сын» фильм очень хороший. Да, так он написал, это дело в том, что всего там, я не знаю, пять или сколько пьес. Да. И все. И эти все пьесы, это прям культовые, вот для всех, все театры там, ну вот по сей день там, везде это котируется очень сильно. Кто придумывает идеи твоим клипом офигенным? Ты работаешь с каким-то человеком, ты сам придумаешь. Да, мы как бы примерно придумываем их вместе, мы их обсуждаем, но в итоге режиссером является он, как бы последнее слово, как бы там спорим немного, но потом он говорит, нет, надо сделать так, так лучше. Я говорю, окей. И мы в итоге делаем. Это директор, продюсер, с которым мы вот уже пять лет работаем, он все вместе в одном лице, он же и клипы снимает. Вот, там, ну риф, вот, все, вот у нас сколько, пять, шесть, по-моему, сейчас уже клипов зимой сделали. Последний у нас был, мы как-то начали сначала прям так достаточно быстро, и мы так прям тык-тык-тык-тык сделали, а потом у нас просто особо никогда не было много денег на съемки, а какие-то хорошие идеи, которые можно снять на коленке, но чтобы это было там креативно, то есть, ну и интересно. Ну, согласен, да. Такие идеи у нас закончились, а деньги не появились, и мы пока что-то перестали снимать клипы. Какой самый дорогой клип, который вы сняли? Максимум денег на какой потратили? Это, ну, либо песня ни о чем, либо начальника, в основном, начальник, наверное, ну что-то, это было в пределах, что-то там, 150-200 тысяч рублей, примерно так. Это был самый дорогой. Так, а он и снимает, и монтирует, или что, или он придумывает идеи, а снимает какая-то... Он придумывает и монтирует, да. То есть он как бы... Операторов у нас обычно всегда были разные, отдельные люди. А вот минимум за сколько сняли? Самый, самый... Да, у меня есть почти бесплатный. Клип не за что дешевый, а бесплатный, вот. Это, наверное, штучка. Это бесплатный был клип? Ну, я сейчас скажу, мы потратили, типа, не вспомню сейчас точно, тысячи, там, три, и, может быть, пять, я не помню за... Да нет, наверное, меньше сколько. На Вискарь, скорее всего. Аренда... Нет, не Вискарь, нет. Аренда фотопавильона на электрозаводе. Ну, не пять, не помню, короче. Ну, короче, просто студию. Ну, я понял. Фотостудию. Арендовали эту белую комнату. И мы, вот это точно помню, 3 тысячи рублей, мы сшили на заказ, потому что их нельзя купить, смирительную рубашку. Нам ее сшили. Ну, все. А потом просто он Гоупрошку включил. Изначально там был... То есть это на Гоупрошку просто? Да, это на Гоупрошку, да. Там сначала была идея того, что мы... Какой-то сюжет должен был быть. Я, типа, в этой... Она, как бы, как камера наблюдения в углу стоит, на Гоупрошку, захватывает всю комнату. И я там по ней, как сумасшедшие, значит, там, беснуюсь, прыгаю, там, об стены бьюсь, там, качели какие-то были, на качелях катаюсь, там, и, как бы, периодически пою эту песню. То есть подбегаю к камере и напеваю. И вот те моменты, когда я подбегал к камере, я там кончил рожу. Он говорит, блин, прикольно, ты, короче, рожу. А давай попробуем вот так весь крепить. Всю песню вот так вот пропой просто на этом крупном плане. Я пропел. Он говорит, блин, смотри, классно, давай так оставим. Я говорю, ну, давай. И все. Ну, пару-тройку дублей вот этих с крупным планом просто сделали, и все. У меня есть штучка такая, прям такая. Ля-ля-ля, жужужу, никому не покажу. Вот и весь клик. Я тоже сторонник того, чтобы лучше все пусть будет проще, чем как-то сильно надуманно. На GoPro мы сняли еще два, не супер, про супермена, которые ездят на машине и всем помогают. И жизнь после свадьбы, где там спящая жена всегда рядом сидит. Это тоже снимали на GoPro. Ну, вот это мы придумывали тоже там. Ну, то есть там идея понятна была, она спит, и везде там. Или вот с суперменами мы просто сели с ребятами за столом, еще с всем нашим этим коллективом, с музыкантами. Ну, начали придумывать просто сцены, как супермен может помогать людям. Бригада суперменов в какой-то бытовых ситуациях. Ну, там женщине сумки там тяжелые донести. И доводили до абсурда. Чувак пытается подтянуться, но у него не очень получается. Мы такие подбегаем, раз за ноги, шук, наверх. Закинули на турник. Мы тебе помогли, забегаем. Ну, значит, там всякие такие штуки. Или там котенок в дорогу перебегает. И остановились. Типа, что же делать с котенком? Раз, взяли его себе. Едем с котенком дальше. Ну, такие, короче, штуки всякие добрые, милые. Придумывали все. Потом все, поехали снимать на GoPro. У тебя очень много есть, ну, лирических песен. Но, как бы, они не совсем сейчас в теме твоего амплуа. И ты, как бы, их не сильно часто поешь. Говорил. Ну, это я смотрел в каком-то интервью уже там пару лет. Ситуация меняется или нет? Или все так же вот? На самом деле, у меня такое ощущение, я как бы так вот смотрю. И, да, и, по-моему, она меняется. Но, не скажу, что я этому рад. Ну, сейчас объясню. В смысле, меняется в какую сторону? Меняется в том плане, что у меня раньше было, у меня всегда было много лирических песен. Ну, допустим, я написал там четыре лирических и одну веселую. Потом еще четыре лирических, потом еще одну веселую. Вот так вот я писал, что писал. А потом пришло время концерта, и я думаю, что-то все поют какие-то лирически унылые песни... Надо выселые петь. У меня есть вот та веселая, вот та, вот та, и я спел все вот эти весёлые, которые между остальными лирическими. И как бы их спел, а так и хорошо. И так и пошло. Как-то я все время их пел, пел. И так сложилось как бам пл over что я все время пою веселое. А лирическая я все время просто как бы думаю, ну, сейчас не в тему. Сейчас, потом, и... Вот, но сейчас я их просто стал петь чаще. Лирические песни, да? Да, каких-то. Я стал меньше петь. Просто те веселые, которые я всегда вот эти пел, они уже надоели, наверное, не только мне, но и многим слушателям. Ну, невозможно уже петь все одно и то же. А новых вот таких веселых, они как-то перестали сочиняться. Не то чтобы прям совсем, но не так легко, не так много, не знаю. Они как-то не приходят. А приходит что-то, думаю, ну, наверное, я взрослею, там, мудрею. Но мне как бы в то же время меня это и печалит. Как бы мне, думаю, блин, что я старею? Или да все теперь, что такое, все заунывное петь? А как же веселье? Думаю, иногда сяду, прям заставляю себя, так, давай что-нибудь веселое. Но пишутся больше лирические. И мы в концертах сейчас, они гораздо чаще встречаются, чем раньше, лирические песни. Поэтому, да, как-то меняется это сейчас. Но, наверное, все идет так, как должно уйти. А не было идеи у тебя все эти песни объединить в какую-то одну программу, альбом там какой-то записать? Именно вот такие песни. Были, мы делали, ну, это было довольно давно, и очень редко, и это было в Саратове. Мы с Мишей дуэтом, Миша мой. Да, я понимаю. Аккордионист, гитарист. Мы делали программу, где, понимаешь, ну, за бортом остается много каких-то грустных лирических песен про любовь, там, или таких-то слов, какие-то песни для девочек, там, короче, всяких. Ну, хочется их петь, но... И мы решили, что мы сделаем концерт, который будет состоять только из них. И мы назвали эту программу, условно, розовые сопли. Понимаешь, что там вот это все будет такое... Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля... Вот такие все песни будут. Либо очень грустные, либо просто такие слащавые всякие вот. Нет, концерты это я понял. Мы делали такую программу концертную. Выпустить альбом... Да, именно пластинку. Такая мысль была и есть до сих пор, но мы пока этого не сделали. А какие песни для тебя вот более ценные? Вот эти лирические или веселые? Ну, как? Или так, нельзя сказать? Ну, я не знаю, как ценные. Не, ну, на самом деле, в лирических песнях гораздо больше личного. Потому что веселые, они чаще всего... Ну, они у меня... Они даже не про меня. Ну, да, да. Они как бы просто про кого-то, или про что просит... Ну, какие-то просто про жизнь, не знаю, там. Или о каких-то других людях, там, о каких-то наблюдениях. А если песня какая-то лирическая, то там, конечно, больше какого-то самоковыряния. И... Ну, да, они этим ценны. Но, возможно, только мне. Вот. Но... Они есть, конечно, должны быть. А часто у тебя пишутся стихи, вот, без музыки? Нет. Ну, бывает, да? Бывает, но редко. Хотелось бы чаще. Но нет. Почему-то у меня чаще всего... Последнее время раньше... Раньше, да, приходили стихи. Я как-то сразу понимал, что... А, вот это будет стихотворение. Это не будет песней. А сейчас такого нет. Сейчас, если что-то и сочиняется, то я сразу... А, вот это можно сделать. Сразу думаю, как это спеть. Что это будет припев. Как-то уже так у меня в голове сразу формируется. И вот только летом там я написал, не знаю, два каких-то там стихотворения. И то из одного из них я все равно все-таки попытался сделать песню. Вот. Но она такая странная. То есть какая-то песня без припева, без всего. Просто... Пошел там гитарный риф такой тяжелый. И шквал текста просто. Все, конец песни. Мне кажется, что все-таки он как стихотворение. Этот текст лучше может существовать. Но это происходит очень редко. И вот. Я когда-то, несколько лет назад, собрал все стихи, которые были. И сделали книжку. Потом, правда, казалось, что очень тоненькая книжка получается. Мы еще добили туда текстами песен. Чтобы вот. Ну и все. Я понимаю, что она уже не новая по всем тем концертам, городам и фестивалям, где я всегда езжу. В общем-то, у всех, кому нужно, она уже есть. И можно было бы и новое уже. А нечего. Как бы стихов больше и нет. А чаще ты ездишь, выступаешь сейчас, если с концертами. Один или с ребятами? Да, да, да. Наверное, чаще всего я езжу один. Чуть реже, но тоже довольно часто мы ездим вдвоем вот с Мишей. И вообще, в принципе, редко мы ездим все толпой вчетвером. Мы все вместе с ребятами играем в Москве периодически. Они приезжают сюда специально. А, ну потому что они в Саратове. Они все в Саратове живут? Вот сейчас Олег, басист, переехал в Москву не так давно. Теперь мы с ним здесь. А барабанщик и, собственно, Миша, они в Саратове. Но Миша, он такой всегда легкий на подъем. Раз, ему только билет купи. И он приезжает. А Сеня занят там в пяти оркестрах. Барабанщик. Он там у нас на расхват. И с ним каждый раз беда. Вот у нас в сентябре концерт. Сеня не может. У нас барабанщики на замену здесь в Москве. Каждый раз пытаемся найти. Но я так понимаю, что у вас в коллективе в основном музыкальную всю функцию выполняет Миша, да? То есть он там такой мультиинструменталист. И я так понимаю, что аранжировки это он, наверное, да? В плане сочинения именно? Ну да, какой-то аранжировочной такой работы. Не, наверное, все-таки я. Ну да, я делаю песню. Чаще всего. Иногда мы делаем это, если, ну как так, совпадает, что мы, ну не знаю, Миша, если приезжает на несколько дней в Москву. Ну и раньше, когда я жил в Саратове, это происходило чаще, естественно. Когда мы были просто рядом вместе. Мы сидим, и я говорю, слушаю, есть у меня вот такой текст, давай что-нибудь попробуем сделать из этого какую-то песню. Я беру, мы начинаем там придумывать гармонию там какую-то, он придумает аккомпанемент, там сразу мы думаем, выстраиваем по форме. То есть когда есть возможность прямо вот посидеть вместе и поработать, тогда получается совместная работа. А один, он с текстами не работает, с ними я работаю. Чаще всего я, у меня есть текст, я придумываю всю музыку, делаю аранжировку, записываю. То есть ты на компе делаешь, да? Одно время даже он в прошлом году, по-моему, приезжал летом и жил здесь почти все лето у меня. И он играл, у них был коллектив Brass, Brass, Brass No Name, по-моему, так он называется. Духовики, там типа барабанщик и гитарист, и духовая секция. И они играли по улицам, по метро. Там он делал аранжировки как раз, потому что они брали известные типа хиты там какие-нибудь, Muse там какой-то, они берут трек, и Миша делает все, перекладывает в нотах, короче, расписывает на все партии для всех духовых, аранжирует там гитару, короче, все придумывает. Ну то есть для них он делал, он умеет это делать. Вот, он играл, но потом он вернулся обратно в Саратов и пару раз еще помотался, приезжая, чтобы с ними играть, но что-то потом дальше у них не срослось, они дальше играют без него. Вот, в Саратове тоже он что-то играл, в каком-то коллективе, но сейчас, по-моему, нет. Слушай, а вот ребята все, которые с тобой выступают, они, основной их источник дохода это твой коллектив или... К сожалению, нет. Пока у нас... Пока. Уже давно пока. Еще нет такой... Как бы... Интенсивности заработка и... Ну даже да, то есть можно брать либо большими гонорарами, либо поменьше, но часто. Ну да. Ну вот нет ни того, ни другого, в общем-то. Просто у нас бывают иногда небольшие гонорары. А они занимаются только музыкой, да? Да, занимаются музыкой, но Талет, басист, который переехал в Москву, он работает в магазине Мусторг на Таганке. Теперь недалеко работаем. Друг от друга. Вот. Он в Саратове работал там же, теперь просто перевелся в Москве. Сеня, барабанщик, занимается музыкой, ну там в оркестрах там, каких-то саратовских. Миша, по-моему, официально нигде не работает для сих пор. Переживает по этому поводу. Я тоже переживаю по этому поводу, потому что, если он найдет официальную работу, то он вряд ли сможет вот так вот легко тоже приезжать. Ну да. Его заменить вообще будет непонятно как. Ну да. И, короче, получается, ну надо... А вы с Мишей прямо давно знакомы, да? Мы с Мишей с шестого-седьмого класса шел. А, я понял. Ой, когда я только-только еще научился играть на гитаре, начал записывать свои первые альбомы на аудиокассеты для своих друзей. Вот. И я вдруг... Миша пришел к нам в класс, его перевели из другого к нам в наш. И я смотрю, а он учился в музыкалке и играл на аккордеоне. Я ему тогда такой подхожу, говорю, ты вот играешь на аккордеоне? Да. Я говорю, ну я там дома, короче, музыку пишу. Да. Приходи ко мне в гости, может, чем-то запишем вместе, а то что, у меня все время одна гитара, а тут классно живой аккордеон запишем. Вот. Он пришел, и все. И вот до сих пор это все происходит. Ну клево. Это, конечно, клево, когда вот с какой-то ранней юности там есть такие люди, которые до сих пор... Я вспоминаю, я Миша учил на гитаре играть. Он сейчас, конечно, сейчас он меня учит. Да, да, да. Ну ты уже много раз рассказывал про это, но я хотел именно коснуться вот чего. Про участие в проекте вот эта главная сцена, вот это все на телевидении. Вот. Тебе это вообще что-то дало? Вот как бы ты не жалеешь, что ты туда сходил? Нет, я точно не жалею, что я туда сходил. Это сто пудово. Особенно по поводу главной сцены. По поводу голоса тоже не жалею, но голос дал, наверное, меньше. А главная сцена, это было очень, очень увлекательное приключение. Это было интересно, волнительно, прям классно было. Ну а вот это такой период, я думаю, когда я тебе напишу про эту маленькую книжечку. Ну нет, ну это просто, я сейчас, я могу все это рассказывать, но это займет еще минут 40. То есть, вот от начала до конца всей этой истории участвовать в главной сцене, как это все было, как это происходило, как мы придумывали эти номера, там, и так далее. Ну это было здорово. Ну а в целом, ты бы советовал, там, музыкантам, каким-нибудь, там, начинающим, не начинающим, идти вот в такие движухи? Блин, я тут выяснил, что я пессимист. Вообще. Ну такой оптимистичный пессимист. Да, то есть, который говорит, мы все умрем, и наконец-то все будет классно. Такой. Ну вот поэтому, я как пессимист, то есть, мне сложно вообще кому что-то советовать, потому что, ну нет, да, я бы советовал, но, я бы советовал идти, но рекомендовал бы, идя туда, на многое не рассчитывать. Не надеяться, что ты завтра после этого проснешься знаменитым, не ждать этого ничего, как бы идти, и, ну, просто как ты ходишь каждый день на работу, или куда-то еще, просто сходи туда, сделай там все хорошо, и иди дальше, как бы, не надейся, чтобы потом не обламываться, потому что, по факту, очень мало кому оно действительно что-то дает. Ну, все эти участия, то есть сколько голос сейчас вот будет осенью, какой сезон, седьмой? Я, честно говоря, вообще не в теме, у нас в Украине просто свои эти конкурсы, их тоже там хреново гора. вот голос, по-моему, уже седьмой, если не восьмой, и, ну, представляешь, сколько там было участников на слепых прослушиваниях за все эти года, то есть, не тех, которых уже потом отобрали, их тоже, а вообще в целом. Ну, это капец. Просто до хера было, и как бы, ну, тех, кто потом прошел, и даже у тех вот победителей, даже победителей, то мы сейчас вряд ли кого-то вспомним. А если бы тебя позвали в жюри вот в такую движуху, ты пошел бы? Да. Конечно. Пошел бы, да. Легко. Кино как-то входит в твою жизнь? Как раз я тебе рассказывал про грабли, и вот я там про это как раз и рассказывал. Про кино? Да. Кино в моей жизни всегда присутствует как бы таким, знаешь, призраком. Оно как бы всегда где-то витает, оно где-то всегда вокруг, как бы такое. Зовет и манит, но я всегда такой, типа, где же ты? Ну, я не могу его поймать. Оно как бы растворяется все время в тумане. То есть, я вообще на театральный пошел из-за того, что я хотел сниматься в кино. Я вот, ну как-то вдруг вот, что-то мне захотелось. Мне нравился Джим Керри, и я такой думаю, вот я хочу тоже и в кино. И пошел на театральный, закончил театральный, начал ездить в Москву, пытаться попадать на киностудии, на какие-то кастинги. Ничего не получалось. Ну, я был на малом количестве кастингов, меня никуда не брали. Фотографии всякие я там свои раздавал, это тоже никто не перезванивал. Никуда. То есть, ну, просто, знаешь, там типа занести в базу, то есть, вот здесь база артистов, вот фотографии, чтобы я был у вас в базе, там вдруг я подойду. Ну, там они лежат в базе до сих пор. Я бросил эти попытки, немножко расстроился, что ничего не происходило. Я решил, что я просто как-нибудь буду заниматься чем-нибудь другим, а потом вдруг стану популярным, и меня позовут в кино все равно. Вот. Примерно так и начало происходить, но только очень вяло. Ну, например, Т-34 фильм вышел, вот, я там снялся в эпизоде с текстом, вот, пошел в кино смотреть. Мои сцену вырезали. Оттуда. Меня там не увидел, себя там не увидел. Думаю, ладно. Потом снялся еще в одном полном метре, хорошем таком, драматическом. Драма там, прям такая невеселая. Очень бы хотел посмотреть. Два года назад мы это снимали, пока ничего. Он не вышел никуда. У них там какие-то сложности, проблемы с правами, там что-то, там еще потом это по книге Думбадзе, грузинский писатель, я ничего у него не читал, но знаю, что это сценарий по его книге «Закон вечности». И должен был быть показ в Грузии летом. Не сложилось. И ну вот там как бы в очередной раз мне сказали, что если все будет хорошо, то весной, наверное, выйдет. Но в паре кинотеатров, может быть, пройдет. Но это такое, скорее, более фестивальное кино, чем какое-то такое попсовое для всех, как Т-34. А потом, ну вообще, это верх, пока мой пик работы в кино, это роль не главная, но такая, типа второстепенная, друг главного героя. Я снялся в полном метре в лирической комедии, такой легкой, доброй комедии, простенькой такой. Это российско-казахстанский проект, который планировалось именно для этого там привлекались актеры из России, половина состава, то есть там русские и казахи. Сняли, все классно, но они не смогли продать этот фильм в прокат российский. Ну, сказали, что, я говорю, а как? Он говорит, ну, не получилось. Очень у вас там все сложно. Говорят, хер попадешь. На эти деньги, говорит, проще снять новый фильм. Фильм вышел, но в Казахстане. Но в России его нет. В интернете нет. В Казахстане, в Монголии и в Китае. Его можно посмотреть. Я не видел. Ну, нет, я видел, потому что я говорю, а как же, ну, как бы, как же быть-то? Я хочу его посмотреть. Я летал в Алмату на премьеру. То есть, ты даже видел тех людей, которые его посмотрели, скорее всего, я так понимаю, да? Да, да. Я в мае, он вышел, я прилетел в Алмату специально, чтобы посмотреть его на экране. Посмотрел, все. Вот. Ну, когда-нибудь он, наверное, появится в сети. Пройдет пару лет. А у тебя не было мысли, ну, может быть, так в перспективе на будущее в качестве режиссера что-то сделать? Может быть, в кино там снять что-то? У меня была мысль, когда я задавал себе такой вопрос, а может быть, я режиссер? И я такой сразу себе, нет, ты не режиссер, нет. Или как бы, что может быть, я и мог бы что-нибудь придумать, но это такой геморрой. Это же столько всего надо придумать, понимать, контролировать, продумать. Не, я не готов на себя все это взваливать. А с кем бы ты хотел, если в качестве актера, сняться в кино, ну, там, в дуэте, там, как-то, вот с кем бы ты хотел сыграть? С какими актерами? Да. Вообще могу мечтать сейчас? Не, ну, в каких-то реалиях, да, из более-менее реальных. С Хабенским тогда. Наверное, да. Кто там еще? Ну, с Мироновым. Ну, пожалуй, хватит. Вопрос про Грушинский фестиваль. Что тебе нравится в этом фестивале, что не нравится? Вот в этом году ты был, в прошлом, по-моему, не был. Ну, то есть, ты периодически сейчас там... Я раньше прям ездил каждый год. В прошлом году мне было это неудобно из-за того, что его перенесли из-за чемпионата мира на другое время, в другое время я не мог. Как раз были вот эти съемки в Алмате, и вот. А в этом году опять был, в следующем году не знаю пока. Ну, вот ты ездишь туда достаточно давно, вот что-то поменялось в какую-то, в лучшую или в худшую сторону? Я 15 лет туда езжу. Ну, выяснилось. Прикольно. Не, вижу, я как бы был всего два раза, мне не с чем сравнивать, я только слышал какие-то истории, да, что раньше там вот там 100 тысяч переезжали там какие-то или еще там людей. Мне кажется, я не застал. Было лучше, было хуже. 100 тысяч, наверное. Может быть, когда я начал ездить в 2004 году, наверное, было уже поменьше, но было много. Наверное, было больше, чем там сейчас. Но у меня вообще поменялись. Ну, опять же, я просто старею, блин. Мне кажется, поменялось. Я когда приезжал туда первый год, два, три, первое время приезжал, там все было. Я по-другому вообще смотрел на мир, на жизнь, и вообще все. И я на все это смотрел такими глазами, на всю эту атмосферу, на этих людей, на эту природу. Вот я слушал, я все это так жадно впитывал, и мне это очень нравилось. Я прям кайфовал. Я там как пьяный такой ходил от этой атмосферы. Но потом, из года в год, я это еще... Я сам меняюсь, не знаю, меняете ли фестиваль, наверное, я. Я думаю, что, наверное, те, кто приезжает туда первый раз, еще примерно в таком возрасте, как я приезжал. Может быть, у них примерно такие же и есть впечатления. Я надеюсь, что это так, что люди так же влюбляются в него сразу, когда приезжают сейчас. Вот. Но у меня... Я перестал на все это так смотреть. Я туда приезжаю как бы на работу. Как бы я перестал... Ну, там хорошо. Но еще из-за того, что там, наконец, случилось то, о чем я мечтал, когда я туда приезжал первые разы, чтобы у меня было много концертов, чтобы я там везде выступал на всех этих сценах, чтобы меня там слушали. И вот я сейчас туда приезжаю и выступаю, но я больше, почти ничего не успеваю там делать. Мы приезжаем, вот мы с Мишей в этом трассе отыграли вот 11, 11 концертов. в три. 4, 4 и 3. В один день 4 стоять. И то есть ты... А я еще спать люблю. Ты так к обеду просыпаешься, кушаешь, и вот и первый концерт скоро начнется. А потом перерыв, следующее концерт, перерыв, следующее концерт, перерыв, следующее концерт, а потом ты такой, это хуже, чем на елках. Ну да. И потом после концерта такой уже... Так пивасика, хоп, и спать, все. И так следующий день. И как бы уже ни до какой особой не до романтики там. А ты вообще на бардовских фестивалях часто выступаешь? Да. А чаще на бардовских или на каких-то рокерских? Чаще на бардовских, конечно, да, на фестивале авторской песни меня зовут постоянно и давно, ну и хорошо. Ну, я себя всегда так позиционирую бардом, потому что, ну, как бы я, это исключительно было из того, что, ну, как назвать человека, особенно, ну, вот в нашей стране, который, ну, вот один с гитарой выступает, я, ну, чаще всего я один выступал, вот я с гитарой под гитару пою свои песни. Как, кто это? Бард. Вот. Сонграйтер тогда еще не говорили, когда я начинал это делать. И думаю, ну, бард. Хотя то, что я делал, изначально довольно-таки отличалось от классических бардовских песен. Но все равно, там, я вот недавно пока ехал, далеко по трассе ехал и решил переслушать, так сказать, свои старые записи. Как раз примерно, там, того периода, там, 2004 года, там, 2005. Свои альбомы тех времен, которые, там, для себя и для друзей записывал. Я слушаю, конечно, да, вот это... Умер во мне романтик сейчас. У меня там такие были песни. Вот это все. Такие они были добрые, такие воздушные, какие-то полные, какой-то веры в прекрасное. Я думаю, я, конечно, романтик умер, родился скептик такой ужасный. И циник. А вот я понимаю, что о себе, наверное, сложно сказать объективно, но если так отвлеченно попробовать. Как ты считаешь, ты растешь вот в творческом отношении, ну, по песням, да? Или те песни, которые у тебя были раньше, они лучше, чем те, что сейчас? Ну, объективно. Мне чаще всего кажется как раз вот второе, что я иногда слушаю что-то старое и думаю, блин, как я так вот мог сочинить? Классно же я писал раньше. Я так и говорил, да? Ну, как же? Прямо ты так... Ну, вот я сейчас вот... Ну, как я сейчас такое придумаю? Ну, как бы захотеть надо и... Ну, не знаю. Мне кажется, что... Что я часто либо не знаю, о чем писать, либо, ну, как-то не приходит или начинается все более примитивно. Возможно, это не так. На самом деле лучше говорить людям, которые там за мной следят какое-то время за творчеством. Они со стороны виднее. Вот. Но мне... Мне хочется надеяться, конечно, верить, что я как-то расту в творчестве, что все как-то интересно становится. Глубже, там, не знаю, объемнее. Но у меня нет такого ощущения изнутри. Мне как бы по-прежнему кажется, что все, все не так, все не так. Надо еще, надо еще, надо еще лучше, надо еще лучше. Потом слышишь, что? Блин, вот классно было. Так, ну, ладно, уже все, надо сейчас, надо еще лучше сделать. И что-то... Что-то пытаюсь, короче, делать. Уговорил. На каких фестивалях бардовских ты был этим летом? Я открыл сезон фестивальный с шокафеста. Если можно назвать его бардовским фестивалем, не знаю. Да, там одни барды. Вот. Это уже шоколадный, правда. Шокафест был первый. Потом в июне был фестиваль Акт-Ру на Алтае. В горах, в долине Акт-Ру. Ну, это вообще особое мероприятие. Ну, тоже там, ну, да, Альп, арт-фестиваль. Там приезжают пар-тройка бардов. Все, получается. Нет, ну вот, да, я был в Якутии. Берег дружбы. А, вот сейчас, да? Да, вот, прям недавно я приехал. Берег дружбы в Якутии. Ну, да, Грушинский я пропустил. Грушинский. Летом. Все. Твой, ну, самый любимый фестиваль? Ну, или который тебе больше всего запомнил? Не знаю, наверное, все-таки Грушинский. Ну, несмотря ни на что. И, наверное, потому что вот то, что я рассказывал, то, что это тоже своеобразный ад, вот этот, вот эта карусель из концертов, когда ты бежишь, играешь, и там все, язык через плечо, и все. И больше ничего не успеваешь. Но при этом, я же говорю, я об этом и мечтал когда-то. И здесь я это получаю прямо в полной мере. И на самом деле такое происходит только там. И я все равно успеваю за год, поэтому соскучится. То есть от Груши до Груши проходит год, и я жду, когда это начнется. Когда мы будем бегать со сцены на сцену с инструментами, быстро что-то играть, бежать дальше, и так далее. Уставать будем. Это классно. Хотел бы ты с кем-то записать фит? Ну вот, какую-то песню. Из кого, опять же? Из более-менее реальных? То есть из наших? Нет. Или можно вообще мечтать? Нет, я не про мечты. Может быть, просто есть какая-то реальная идея, идея или какой-то план, который может быть как-то реализован в теории? Мы вот уже... Ну вот в последнем альбоме у вас был трек с мураками, да? Мураками, да. Это, по-моему, пока единственный фит, который у нас нормально удался от начала до конца. Потому что мы с Евгением Маргулисом разговаривали... Сейчас вот недавно вышел эфир, показали в эфире квартирнику Маргулиса, показали вот сейчас его, а снимали его три года назад. Серьезно, что ли? Да. Это еще... Там другой... На НТВ сейчас там другой задник, если обратить внимание. Там другой зал, вообще в другом месте снимали. Тогда, когда это снимали, это был канал Че, для другого канала снимали. И там вот три года или... Ну да, три. Они не могли договориться по правам, потому что это... Короче, когда все это наконец решилось, они эти выпуски начали показывать. Там многих не показали тогда. Их сейчас потихоньку показывают. Там вот мы были, Инна Желанная, и еще кто-то там... Чуть ли не Шевчук, там я не помню. Какие-то еще... Ребята, которых тогда сняли, но не показали. Сейчас только показываю. Так вот, три года назад. И там в этом видео, в этой передаче он мне говорит, Вася, а помнишьте, пару лет назад мы хотели с тобой сделать фит? Делать эту песню. Вот, так как она там поживает? И я такой, да, да, надо. Ну, то есть, я такой, два года, потом еще... В общем, уже лет пять назад мы с ним хотели сделать. И что-то начали. Но потом, как-то, знаешь, когда долго делаешь, потом песня... Вдруг ты понимаешь, что это какая-то ерунда получается. Что-то песня как-то... Она перестает нравиться. Я не знаю, что-то мы долго слишком с ней ковырялись. Думали, как лучше сделать вот так. А может быть, вот здесь поменять? Давайте немножко конжировочку поменяем, а далее вот это поменяем. И потом получается какое-то... И уже все, думаю, что вначале, когда вроде хотели, начинали, вроде все как-то бодрячком, всем все нравилось. А теперь вроде бы мы хотели сделать лучше и вроде бы улучшали, а в итоге не нравится. И думаешь, что может быть, ну и нафиг, давай новую песню лучше сочинем. Ну да, да. Ну и как-то вот все на этом этапе так и тормознулось. Ну вот, мы так и не сделали. А вы планировали записать песню «Чью»? Или совместно... Это была моя песня? А твоя песня? Я ему предложил несколько песен, ему вот понравилась одна. И он... Какую песню ты ему предложил? Ну она так и не вышла, ее нет нигде. Мы ее как-то в Саратове играли тогда... А, то есть вы не исполняете эту песню вообще, да? То есть она просто как бы в стол. Да, давай жарить... А мы там же в этом квартирнике у Маргулиса там был припев такой «Давай жарить По-пу-ру-пу-ру-пу-пу Давай жарить По-пу-ру-пу-ру-пу-пу Давай жарить По-пу-ру-пу-ру-пу-пу Давай жарить По-пу-ру-пу-пу-пу-пу Ну, в общем, лирическая песня в твоём стильстики Она как раз там Там твист такой был А ещё примерно столько же по времени Мы планируем Но вот в этом году мы вроде бы Задали очередной виток активности в эту сторону чтобы все-таки доделать и мы прям встретились мы посидели и прям сочинили и прямо и вот но пока еще в процессе с группой anacondas рэперы и завтра их нет не знаешь я слышал ты про них рассказывал неоднократно но я не знаю ну вот вижу это про те пласты про которые мы говорили они как бы вообще другая у них другая история до другая ниша это не они не барды вот они не ездят по нашим этим фестивалем но они очень классные когда первый раз услышал тогда там вот пять лет назад я прям слушаю думаю нифига это же прям мои тексты ну типа это прям вот это я мой язык я это был единственный случай когда я просто тупо вконтакте написал вот нет ни единственно я потом еще писал другие не отвечали вообще вот когда просто написал вот такое письмо что ребята я вот я просто понимаю что мне тоже не зачем такое пишут и я такое думаю ну да ну нафиг короче ну как бы ну кто это какой-то опять кто-то ну может быть дочитаешь до конца но вряд ли еще будешь слушать ну если ну послушаешь на думаешь блин нет и думаешь как как ему сказать что мне не понравилось это как его сказать что чувак это говно ты делаешь я не хочу с тобой ничего общего иметь ну думаешь как бы не обидеть человеком что же написать ты ничего не отвечаешь просто и все вот их короче я понимаю что это вот так это происходит с той стороны я написал я вот короче послушал очень классно я тоже пишу песни вот тоже вот было бы здорово если мы с вами подружились вот тоже быть вместе сделали бы вот я вам пришли вот вот можете послушать здесь но только да игру сразу если он показывает что это полное говно и вообще вам это не нужно это вообще не для вас этого ну вот вообще просто так и скажите как бы и все игре бы окей вот они послушали ответили да нет прикольно типа давайте сделаем все и мы как бы начали с тех пор общаться нас тоже была такая же песня которую мы взяли тоже сочинили сделали потом что-то попытались как улучшить потом думаем все равно что-то не то что-то не качает вот как будто будет она что-то лишнее и все и потом опять опять блин думаю на другую песню короче все и несколько лет мы ничего не делали вот этим летом мы опять активировать давайте уже чем сделаем давайте начали вот как бы в процессе написания мы все там написали припев там они пишут сейчас еще куплет ну хип-хоп вообще он так или иначе присутствует в твоем творчество мне какая-то вот эта история всегда была ты знаком с какими-то ну вот этими современными там моднявыми совсем современными раперами фейс л джей скрипционит вот эти ребята кого-то нет а с мойзем например почему-то я вот сейчас когда-то говорил про фиты но если не из этих ребят но мне показалось что самый органичный фит это моя мысль да просто я тоже об этом часто думаю ну и это он я честно скажу никогда не было каким-то фанатом то есть он у меня есть там ряд причин за что я его уважаю как бы же то мне как бы он мне нравится но я особо никогда не не слушал там а в запойную альбомы там я не знаю песен наизусть ну да и в общем не очень часто говорят на концертах периодически пишут или говорят что похож на нойза или на молодого но и но мы с ним не знакомы хотя уже у меня с разных разных концов все время находятся какие-то общие друзья то есть я как бы общаюсь хорошо общаюсь с людьми которые хорошо общаются с ним вот но мы как-то никогда еще нигде не пересекали коннекта пока не один раз как раз анакондосы ребята меня привели с ним познакомиться мы познакомились это было такое тупое знакомство когда знаешь когда тебя просто за руку подводят такие типа ваня это вот это вот вася это ваня ванишь ну да да вот ваня ну вот типа ну привет вот ну пойдем бухать да ладно типа о чем говорить а я тоже такой ведь не ошибка не ошибка душа компании я как бы не особо такой общительный я не подготовил каких то вопросов там или ну как чтобы завязать разговор и ну и как то мы в общем то есть нас представили друг другу я думаю что он забыл уже через час а как меня зовут и кто такой вообще вот и хотя мы потом мы весь вечер провели то есть я как бы я присутствовал в той компании там они как бы все разговаривали я просто ел и слушал как как мне это вот и ну все то есть мы как бы пересеклись однажды но мы никак я пойду нормально по-человечески не закон тачились хотя потом я вот в штатах приехав на фестиваль познакомился там с одним парнем который и тут выясняется что он его какой-то прям друг 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 прямо друг детства какой-то самый настоящий такой который на всю жизнь они примут друганы и он мне даже тогда ставил записи просто включил в это пока нигде нет это типа выйдет еще там через это вышло реально типа через полгода после как я послушал его бродского когда он там не выходи из комнаты вот эту песню стихотворение сделал треки мне поставил бросков посмотреть послушай я слушаю слушаю и домчат знакомые только погоди даже броски и мне так понравилось как он сделал так это органично что это не звучит моя чаще всего когда делать песни на стихи когда есть готовые стихи вот например почему не нравится маяк усплена не нравится мне нравится мне очень нравится стихотворение но мне не нравится песня тем что она ну как бы знаешь по ней слышно что это было стихотворение а потом он его решил спеть ну как бы какой-то вот ну как бы и народность вот этого сочетания музыки со словами ну как будто бы она как-то рождалась не вместе то есть Когда он поет свои, там все органично. А тут чувствуется какая-то отдельность какая-то. И такое часто бывает. Я сам просто, когда я беру, допустим, мне понравилось стихотворение. Дай-ка я сделаю из него песню. И вот эта самая мелодика, которая получается, она как-то, она прям такая топорная. К стихотворению написано размером вот там ямб, вот тебе на все. И вот этим ямбом поешь, и оно как-то прям как математичное какая-то, расположенное по полочкам какая-то такая. Техничное. Техническое какая-то. Механическое. Вот. Получается. Так вот у него с Бродским вообще не было этого. У него так это все звучало по его, по-по-ноизовски. И это так было круто. И это Бродский. Ничего себе, как он его сделал. Как-то так его зачитал, что это прям, блин, прям был такой. Вот. Короче, нет, с ним мы пока не знакомы. И когда познакомимся, наконец, может быть, когда-нибудь, ну, возможно, он будет не против что-нибудь сделать. Я-то за. И напоследок хотел спросить. Если, например, человек, который посмотрел эту передачу, и который не знал бы тебя, вот что бы ты посоветовал человеку там почитать, послушать или посмотреть, чтобы вот лучше понять вообще вот тебя как человека, даже не зная твое творчество? Вау. Ну, какой-то, например, один альбом и один фильм. И музыка мне настолько разная нравится, что я прям даже не знаю. Не то, что нравится, а то, что, знаешь, созвучно с тобой, вот, например. У меня просто, понимаешь, у меня вот это в моем творчестве, наверное, отражается. Когда я просто такой разный, и песни разные. И то есть разная музыка, она и та со мной созвучна, и та со мной созвучна. Хотя это, допустим, ладно, окей, Вендетта Земфира. И там, например, черный альбом Металлика. Ну, разные вещи, но они про меня. Окей. И Нирвана, и Ньютера. Мой любимый альбом. А фильм Вечное сияние чистого разума? Один фильм. А надо несколько? Ну, давай, ты сказал, я уже несколько типа там... Я просто на самом деле для себя часто спрашиваю у людей, потому что сейчас вообще очень сложно разобраться в потоке, знаешь, всей информации. Я такой общаюсь с кем-то и думаю, блин, так, скажи, что посмотреть, что почитать. Может, я это не читал, не смотрел. Ну, ты, скорее всего, я долгое время, это уже такой сериал, старенький сериал, но мне тоже долгое время говорили, что он как бы про меня. И я посмотрел, и реально про меня. Поэтому... Какой? Ну, то есть прям очень много... Прям... Калифорникейшн. Блудливая Калифорния. Ну, вот я, наверное, не смотрел, да. Ну, там этот... Ну, я понимаю. Малдер. Вот. И это, да, очень многое там нашел про себя. Окей. Вась, спасибо. Все было клево. Спасибо. Спасибо.